Журналисты Марата Осипова перевели свидетелей в подозреваемые. В полиции Алматы продолжается допрос участников дела о распространении ложной информации. Заявление против сотрудников сайта Ротельки и Зет и Форбс подал бизнесмен Зину Лака Кимжанов. По делу проходят четверо журналистов. При этом сотрудники Ротельки и Зет пытаются параллельно оспорить решение о блокировке их ресурса. Сегодня должно было состояться первое заседание. Жанна Рахимжанова с подробностями. К зданию суда пришли не только коллеги, но и читатели Ротельки и Зет. 19 марта сайт, специализирующийся на журналистских расследованиях, заблокировали за нарушение правил регистрации. Собственники открыли новые страницы, но доступ к ним уже закрыт, как и на страницу портала в социальной сети. А главному редактору Марату Осипову прокуратура предъявила иск. Она сначала должна была вынести предписание об устранении нарушений. Только после этого сайт закрывается. Сегодня в суде решения о блокировке должны были оспорить, но заседание перенесли. Впрочем, присутствовать на нем Марат Осипов вряд ли бы смог. Накануне после 8 часов, проведенных на допросе, его из свидетелей перевели в подозреваемые по другому, уже уголовному делу за разглашение ложной информации. Заявление на журналистов сайтов Ротели Форбс подал бизнесмен Зинулака Кимжанов, после чего офисы и здания подверглись обыскам. О сути претензий известно мало. Все участники дела подписали документ о неразглашении. Подписка есть, я не могу ничего сказать. Иначе может что-то произойти. А что произойти может, я не знаю. Эта история разделила журналистское сообщество на два противоположных лагеря. Одни встали в защиту коллег, другие припоминают старые обиды. И это в такое непростое время. Звоночек-то не только по Ротелю, звоночек по всем нам. Нам и очень печально видят, что среди коллег есть люди такие недальновидные, которые не понимают, что надо переступить через какие-то мелкие занозы, чтобы не снесли голову в целом журналистики канохстанской. Неизвестной пока остается судьба остальных участников этого дела. Журналистов САПы Микибаева и Анны Калашниковой. Они тоже могут стать подозреваемыми. По словам коллег, большую часть своего времени журналисты проводят в отделении полиции.